По данным сотрудников отдела ГИБДД Мутищинская, за минувшую неделю было совершено 101 ДТП с материальным ущербом и еще одно с пострадавшим. На этих кадрах место аварии. Скутерист не справился с управлением и налетел на металлическое ограждение. 21 августа в 22 часа 40 минут водитель 1972 года рождения, управляя скутером Стелс и двигаясь по Волковскому шоссе в сторону улицы Мира, напротив владения 33 строения 1 не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. В результате чего сам скутерист получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. Инспекторы ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. При этом нужно учитывать и погодные условия. В преддверии нового учебного года водители просят быть предельно внимательными на дорогах. Детей в городе будет становиться все больше и больше. Родители начнут подготовку детей к школе. А это и поездки по магазинам, торговым центрам. И в это время очень важно родителям напомнить детям о безопасности на дороге. И самим стремлением все успеть не забывать о безопасности передвижения на машине или пешком. Водителям же необходимо быть предельно внимательными и осторожными, не превышать скорость автомашины, проезжая в дворах или вблизи детских крыльплощадок, а подъезжая нерегулируемым пешеходным переходам, всегда заранее снижать скорость. Кроме того, еще неделю назад началось профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Главная цель – снижение ДТП с участием несовершеннолетних. До начала учебного года сотрудники ГИБДД проверят дорожную сеть вблизи образовательных учреждений, наличие обустроенных пешеходных переходов, дорожных паров на пути движения школьников. Ну а вообще сотрудники полиции проводят достаточно большое количество профилактических мероприятий, направленных на снижение как количества ДТП, так и проводится сама профилактическая работа. Регулярно проводятся такие мероприятия, как детское кресло, ребенок-пассажир, либо нетрезвый водитель. В данном случае, на этой неделе проводится операция «Ребенок-пассажир-пешеход», опять же направленная на снижение количества ДТП с участием детей, как в качестве пешеходов, так и пассажиров. Традиционно в первые дни школьных занятий пройдут уроки по правилам дорожного движения с участием сотрудников ГИБДД. А 4 сентября во всех образовательных учреждениях Московской области состоится единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма детям Подмосковья «Безопасные дороги», в рамках которого с детьми будут организованы беседы, викторины, игры и различные акции. Ярослав Ярославцев, Андрей Капустин, информационная программа «День».